Фильм Ирония Судьбы Фильм Ирония Судьбы Магазина под вывеской овощей мерзнут в новогоднюю ночь Женя и Ипполит. Дом Жени стоит чуть дальше от метро «Юго-Западное». В кадр часто попадает большая кирпичная церковь на заднем плане. Это единственное, что осталось от бывшего подмосковного села Тропарева. В честь него и назван район. Схватите воспаление легких и... Ага. Что? Летальный исход. У вас ботиночки на тонкой подошве. Так что умрем. Реально. Уличные сцены Ирония Судьбы Ли с легким паром снимали в марте, когда снег уже растаял. Поэтому мелко нарезанную бумагу поднимали в воздух мощный вентилятор. На проездном пасадке самолет. Прибыл к 392-й листам из Москвы. Ой, а здорово! Первый ленинградский кадр сделан в аэропорту Пулково. Справа вдалеке видны известные стаканы местного пассажирского терминала. Женя Лукашин ловит такси практически на взлетной полосе. Сегодня из-за техники безопасности такое трудно себе представить. В вагончик тронется перрон, останется. Стена кирпичная, часы вокзальные. Платочки белые, платочки белые, платочки белые. Платочки белые, ладо печальные. Да, такого я еще не слышал. Квартирные съемки тоже проходили на улице Вернанского. Соседи все время зазывали актеров на чай и следили за рабочим процессом. Чем очень сильно раздражали Эльдара Рязан. Кто бы ни был, убью ее и все. Ой, за тебя вверх, ты ходишь на беленочка. Телефонной линии в домах тогда еще не было. Герои звонят друг другу по неработающим аппаратам. Интересно, что аппарат Нади несколько раз за фильм меняет цвет зеленого на красный. Недоработка реквизиторского цеха. В прошлом году ничего не ел. Вкусно. На столе у главных героев стандартный новогодний набор. Мандарины, советское шампанское и мускат. Девушка Женя готовит экзотический для того времени крабовый салат. А вот меню Нади такое же, как и у всех. Оливье, розбив и, конечно же... Какая гадость это, ваша заливная рыба. А вот еще одно ленинградское место. Спуск к Неве на стрелке Васильевского острова. Именно здесь Ипполит дрифтует на своем автомобиле ВАЗ-2103. Хорошо, что ленинградские сцены снимали зимой, потому что в марте лед мог бы и не выдержать. А вообще Ипполит, я думаю, сейчас бы здесь не проехал. Посмотрите, какие торосы. Поехали к московскому вокзалу. Надя покупает билет Жени в столицу на московском вокзале. На самом деле это центральное железнодорожное бюро на канале Грибоедова. Один до Москвы. Я спросил у Ясеня. Большая часть съемок проходила в столице, видимо. Чтобы восстановить справедливость, режиссер решает показать одну за другой основные достопримечательности Петербурга. 1 января Надя, не спеша в легком пальто, прогуливается вдоль Невы у Петропавловской крепости, любуется Исаакиевским и Никольским соборами, гуляет по набережной Фонтанки и Крюково-Каналы и заглядывает в Екатеринский сквер. Честно вам скажу, такая зимняя прогулка – сомнительное удовольствие. Холодно. Осеннюю листво я спросил у осени, Где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. Под крылом сомнительное души, Думаю, зеленый лод. Банные сцены снимали на Мосфильме после первомайских праздников. В крохотном помещении под лестницей установили скамейки, две пальмы и весы. Было холодно, поэтому актеры пили настоящие горячительные напитки. Ирония судьбы держится на новогодних экранах уже больше 40 лет. И каждый год на столах зрителей неизменно появляются советское шампанское, мандарины, оливье, заливная рыба. Эльдар Рязанов создал идеальный сценарий советского Нового года, которого, между прочим, придерживаются многие до сих пор. Вот и у меня с друзьями есть традиция каждое 31 декабря ходить в баню. Ну что ж, раз нужно, так нужно. Пошла в баню. С Новым годом, Надя. С Новым годом.